В Дальневосточном федеральном университете состоялся суперфинал конкурса грантов для предпринимателей «Приморский старт». Десять участников получили гранты из краевого бюджета на развитие инновационных производств, имеющих большое значение для раскрытия экономического потенциала региона. Очень рада, что мне выпала такая честь открыть пятый суперфинал «Приморского старта». Нам уже 4 года и уже 40 предпринимателей получили гранты правительства Приморского края. Огромное спасибо экспертам. Благодаря вам в аудитории появляются такие технологические разработчики, которые нам нужны. И благодаря этому «Приморскому старту» у нас уже выросли некоторые компании. Это «Приморская косметика», которая шагнула за пределы Российской Федерации. Это наш центр робототехники, которым мы гордимся, который поставляет свою продукцию в образовательные центры и не только нашего региона, а и за пределы. Это М-центр, который занимается очисткой водоемов. Хотелось бы сказать, что мы рассчитываем на вас. Нам нужны новые технологические прорывы, нам нужны новые технологические старты. У нас очень много мер поддержки, которых вы, конечно же, знаете. У нас активно работают институты развития, которые вас не только проконсультируют, но и будут сопровождать. В этом году размер гранта в конкурсе «Приморский старт» составляет уже 3 миллиона рублей. Кроме того, к конкурсу присоединился новый стратегический партнер. У нас появились новые партнеры. Это РЖД, который сегодня с нами. И, наверное, скоро к нам присоединится Т-Банк. Это тоже изъявил желание быть нашим партнером стратегическим. Значит, Т-Банк зашел у нас в специальный административный район. Это сейчас наш крупный налогоплательщик. Ну и готов вместе с нами развивать экономику региона. Отметим, до конца этого года состоится также конкурс «Приморский старт 2.0», чтобы помочь технологическим предпринимателям организовать серийное производство своего инновационного продукта. По итогам конкурса три лучших проекта получат грантовую поддержку в размере 10 миллионов рублей. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.